В Нягоне состоялся третий конкурс «Национальная красавица-2023». Участие приняли 13 представительниц разных культур от 14 до 30 лет. С нами на прямой связи председатель общественной организации «Содружество народов Югры» по совместительству организатор конкурса Розалия Валеева. Розалия, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Итак, как мы понимаем, итоги подведены. Кто же удостоен звания «Национальная красавица-2023»? «Национальная красавица-2023». Девочки у нас все красавицы и все стали победителями. У нас нет одного победителя, у нас все девочки победительницы в разных номинациях. То есть мисс Улыбка, мисс Доброта, мисс Очарование, мисс Вдохновение. То есть вот разные номинации. Слушайте, замечательный конкурс, замечательные условия. Так даже у меня шанс есть немножечко поучаствовать. Скажите, конкурс проходил уже в третий раз. Это, естественно, говорит о том, что есть вовлеченность и есть интерес у участниц. Что нужно было продемонстрировать? Какие навыки, какие таланты участницам в этот раз? Ну, девочкам нужно было представить себя в национальных костюмах, да, рассказать немножко о себе вкратце, представить, рассказать о традициях, культуре своего народа, представить блюдо национальное, рассказать о национальном блюде, то есть приготовить его самому и рассказать, презентовать это блюдо. Потом нужно было выступить в музыкальный номер, либо танец, либо песню спеть. Девочки очень хорошо справились с этим. И в конце у нас было дефиле в свадебных платьях. Тоже показали, как они умеют ходить, какие они грациозные, красивые. Розалия, ну это уже в процессе конкурса. А чтобы попасть и стать участницей, что необходимо было сделать? Потому что желающих наверняка было больше, чем 13 человек. Да, 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 девочки. Ну, во-первых, кто, мы подаем заявку, да, объявляем конкурс. И девочки, кто вперед заявляется, если он подходит по тем критериям, которые, то есть возраст подходит, да, и чтобы девочка была одной, то есть 13 девочек у нас разных национальностей. То есть русские, азербайджанки, узбечки. У нас была впервые цыганка. То есть показали культуру, цыганскую культуру. Это вообще было здорово. Танцы цыганские. Ну, было интересно, да. А какой был самый запоминающийся творческий конкурс? Что прям вот зацепило всех? Ну, зацепило, конечно, то, что у нас первый раз выступали цыгане, и поэтому зацепило очень хорошо. А так все девочки, новые номера, все вот прямо вот задорные, прямо отличные, прямо вот, ну вот, суперские выступили просто. Подготовились, девчонки. Скажите, а кто оценивал конкурсанта, кто судил тебя? А судьи кто? Так, судьи кто? Судьи у нас, у нас председатель Думы был судьей, у нас начальник управления по культуре и искусству, депутат Думы, плюс он еще является у нас почетным жителем города, вот, и президент торгово-промышленной палаты. Скажите, какие-то презенты были предусмотрены победительницам? Да, конечно, конечно, подарки, цветы, ленты. Скажите, а от каждой народности было по одной представительнице или могло быть несколько? Да, по одной. По одной девочки, да, разные национальности, да. Так, ну места, мы так понимаем, всегда ограничены, вы из года в год, получается, участвуют 13 представительниц или все-таки есть возможность? Да, у нас в том году было 12, у нас 2 года было по 12 девочек, но нынче, когда уже мы набрали 12, и одна девочка прямо, ну возьмите, пожалуйста, я так давно не читала, и, в общем, мы ее взяли. Слушайте, а что впереди? Вот вы будете дальше продолжать этот конкурс или, может быть, какой-то мужской конкурс организуете, например? У меня есть один знакомый, который мог бы поучаствовать. Какое развитие, какие перспективы? Развитие... Во-первых, мы в этом году первый раз провели национальная красавица «Дети». И продолжаем, да. И нынче мы вот заявились на гранд-президента, очень надеемся, что мы его выиграем. Хотим бабушек. То есть возраст от 45 и старше. То есть вот национальной красавицы бабушки. Потрясающе. Скажите, когда же ждать следующего конкурса? Ну, национальная красавица девушки будет на следующий год. Мы планируем, как бы это стало ежегодным уже. Девочкам нравится, и нам очень нравится, и гостям очень нравится. То есть вот как они демонстрируют, знакомят с культурой, традициями. Это очень интересно. Замечательно. Нам спасибо большое, что вы дали участницам шанс проявить себя, и при этом никого особо не выделили, и каким-то образом удалось поощрить всех. Это здорово, по-моему, это прекрасно. Вам хорошего дня, спасибо за беседу. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания.